а здрасте всем друзья привет уленьки с вами никита делай и сегодня мы посмотрим новую dlc которая пару дней назад вышла на нашу любимую ферму по сути это дело сиха вышла в виде мода и скачать ее можно тупо на модхаб называется она precision farming dlc то есть она официально от гигантов от разработчиков в простонародье точное земледелие вообще если мне память не изменяет на пятнадцатую ферму был такой сторонний мод который назывался по моему soil мод который делал примерно то же самое только намного замудреннее если говорить в двух словах то конкретно вот этот мод точное земледелие меняет структуру почвы точнее добавляет ее разновидность теперь придется заморачивать с тем какая почва у вас там потому что может быть какой-нибудь там или стопесок глина там и так далее всякая такая вот фигня потом уровни ph там кислотность вот это вот все тоже удобрениями различными это все дело правится короче вот такая вот заморочка был такой soil мод на далекую пятнадцатую ферму если мне память не изменяет где тоже все эти уровни ph различные удобрения сухость несухость влажность невлажность и так далее все это дело решалось надо было заморачиваться с этим ну а здесь соответственно чуть чуть попроще но все равно весело соответственно из мод хаба он ставится и соответственно потом списке своих модов вот он precision farming dlc нужно поставить галочку и тогда у вас все будет работать начинаем игру и пока друзья загружается стоит отметить еще такой момент этот мод имеет какую-то прописку в игре и я сейчас играю на золотом колосе соответственно в самой карте нету некоторых вот этих тоже там прописок файлов короче ругается он вроде как работает но вроде как и не нормально он там работает из чего следует вывод что скорее всего каждая карта должна быть заточена под все это дело разумеется дефолтные карты заточены я думаю что если у мододелов которые карту делают руки растут не и жопы они это дело адаптируют но я сомневаюсь что это будет работать хорошо прям на всех карт поэтому мы протестируем это дело на дефолтной карте потому что на ней это точно должна работать соответственно что мы имеем во первых в главном меню у нас появилась здесь новая вкладочка вот она называется точное земледелие это новая карта здесь мы соответственно можем видеть какой состав почвы правда мы сейчас нихрена не видим потому что мы ничего не взяли на анализ в общем то есть несколько образцов почвы глинистый песок супе суглинок и листая глина я честно говоря даже не знаю что это такое также здесь в анализе нам расскажут про уровень ph я потом чуть расскажу на что это влияет соответственно уровень азота тоже можно посмотреть и про это все дело влияет на процент урожая в отличие от того что получалось раньше по дефолту сейчас вот такая вот градации в общем то погнали с этим делом развлекаться в магазине техники появилась новая вот такая вот классная штука скаут называется грунтонос если в переводе на русский грунтонос позволяет брать образцы почвы и получать подробные сведения о поле для организации дальнейшей работы короче давайте возьмем такую штуку себе и цепляется она на какой-нибудь например трактор возьмем я не знаю а конечно же вальту чтобы еще я мог взять только это не вальтер это не у холод х я хочу вальту только это побольше потому что вальтер будет оранжевой оранжевый это классно короче эту штуку тоже берем вот у нас есть классный трактор и новая классная штука которая цепляется сзади соответственно мы ее цепляем и вот она повисла погнали на какое-нибудь поле и вот она первое попавшееся поле давайте его купим есть у меня на него день тут при покупке участка уже появляется какая-то информация и ожидаемый потенциал урожаем можно в общем-то везде это дело покликать когда вы выбираете себе поле по сути дела вы можете выбирать потенциально какой там будет урожай но все это дело можно потом будет подправить правильными удобрениями короче возьмем вот такое покупаем этот участок а на этой карте все равно пока что ничего нет никакой информации абсолютно для этого у нас есть вот это вот замечательная штука если мы откроем f1 мы соответственно можем посмотреть на кнопочки как это работает эту штуку можно вот так вот развернуть ее можно опустить и соответственно взять образец почвы на карте у нас теперь появляется вот такой вот кружочек и образец почвы у нас взят это происходит несколько секунд видите написано взято образцов соответственно лучше это делать везде чтобы мы мы видели всю карту все поле если поле очень большое то соответственно нужно в большом количестве точек это дело сделать можно по углам например чтобы понять какое-то примерное среднее значение если поле очень большое чтобы не тыкать каждый раз и потом в итоге эти образцы есть кнопочка отослать образцы почвы на анализ соответственно образцы отосланы результаты скоро появится на почвенной карте все это дело происходит течение нескольких секунд и поэтому она сейчас появится правда эти образцы почему-то стоят денег хотя еще почему-то он 200 евро короче за один образец 100 вражеских внизу на карте у нас тоже есть информация что за почва уровень ph плохо и азот плохо если мы откроем карту вот с этой новой вкладкой то мы соответственно видим что у нас верхняя вот эта вот часть тут вот суглинок вот этот вот снизу илистая глина вот здесь у нас ничего нету потому что неизвестно что здесь я не добрал до этого момента я так понимаю что если мы на него выйдем то здесь до никакой информации просто тупо нету как этот мод будет дружить с дополнительной информацией о поле тоже хрен его знает потому что по сути дела они делают одно и то же далее здесь же можно посмотреть уровень ph и видите он здесь тоже разный уровень азота единственное практически одинаковы да нет не одинаковы 0 и 20 и как же друзья нам разобраться что хорошо а что плохо что дает хороший урожай а что дает плохой урожай на самом деле все просто в игре есть справка обычно людям лень ее читать но здесь есть все что вам нужно ответственно смотрим уровень ph что это такое около почвенной карты находится карта ph она показывает кислотность или щелочность почвы уровень ph должен всегда быть в оптимальном диапазоне соответственно виду почву оптимальные уровни ph в общем-то для каждой почвы разные то есть прикол в том что если у нас разная почва и вот на одном поле три разных почвы то вот в этом вот участке должен быть один уровень ph вот в этом участке должен быть другой уровень ph в этом участке должен быть третий уровень ph заморочки заморочки с уровнем азота примерно все то же самое максимальный уровень азота зависит от посаженной культуры и вида почвы если прийти на поле посмотреть раздел о поле то вы увидите текущий целевой уровень азота в определенной точке то есть если мы вот здесь гуляем то снизу от азот это на небо вывести плохо потому что в одной точке мы видим 140 в одной точке 160 требуется но в целом он везде 20 уровень ph тоже здесь везде написан какой требуется поэтому есть подсказка с этим проблем в общем-то возникнуть у нас не должно давайте друзья мы здесь просто сделаем закультивированную глину закультивированы сугли но короче закультивированное поле уберем отсюда все вот это вот дело соответственно этот трактор отсюда отгоним и пригоним сюда другую технику соответственно друзья как у нас меняется уровень ph для того чтобы его повысить нужно посыпать поле известью как ни странно когда мы находимся в тракторе с которой с этой самой с удобрялкой которая известь посыпает тут появилась в окне f1 вот такая вот интересная штука уровень ph применение извести дозировка автоматически можно поставить ее автоматически можно поставить ее вручную соответственно где-то она будет больше сыпать извести где-то она будет сыпать меньше извести давайте вот начнем рассыпать и проедемся по разным слоям почвы и мы видим что дозировка меняется где-то она больше где-то она меньше ну и соответственно у нас на карте сразу же происходит изменение вот мод на миникарту это была классная штука на самом деле. Мне она очень нравилась в 17 ферме. Жаль, что сейчас не работает. Здесь у нас достигнута цель и по второму разу оно это не стало все дело посыпать на автоматической штуке. Если мы же проезжаем уже по посыпанному, то он соответственно даже перестает разбрасывать известь в тех местах сам. И это он молодец в этом. Это кстати снизит существенно расход извести. Можно друзья поставить и вручную вот эту дозировку и менять ее как хотите. До какого хотите значения она легко меняется. На клавиатуре я не знаю какими кнопками вот на геймпаде такое посмотрите в f1 в справке. Так что если мы сейчас залезем на нашу карту, мы видим что где-то он стал хорошим. Этот самый уровень ph в зеленой зоне. Насколько я понимаю можно и лишнего насыпать без проблем и будет только хуже. По поводу азота друзья все немножко сложнее. Уровень азота можно повысить с помощью удобрения или навоза. Жижа и навоз повысят уровень азота на определенное значение в зависимости от вида почвы. То есть грубо говоря посыпали все навозом и абсолютно на всем поле в зависимости от вида почвы правда уровень азота повышается на какое-то определенное количество. Рекомендуется делать это до подготовки поля к следующему засеванию. То есть убрали старый урожай, может быть закультивировали и посыпали навозом. А может быть и до культивации. Как хотите. Минеральное и жидкое удобрение автоматически меняет уровень азота до того, что требуется культуре. Если она уже посажена. Его нужно разбросать на первых стадиях роста после посадки культуры. Дозировку всегда можно менять вручную. Соответственно поиграемся немножко с жидкими удобрениями. Опять таки, когда мы выезжаем на поле, мы видим азот применения жидкого удобрения и на миникарте у нас стало все это дело связанное с азотом. Опять таки, при автоматической дозировке мы это дело поливаем и оно выводит на какой-то условно нужный уровень. Я не знаю как это работает, но давайте в общем-то посмотрим на небольшой полосочки. Я думаю вот так вот и хватит. Но опять таки, автоматически ставить дозировку. Опять таки, можете ее сами вручную менять как хотите тут куча настроек. Но я думаю, что мало кто будет с этим сильно заморачиваться. Ну и опять таки, открываем карту и видим, что здесь все стало в зеленой зоне. Зеленая зона это прекрасно. Зеленая зона это хорошо. Оставим вот такой кусочек и засеем это поле например пшеничкой. Которая даже немножко уже проросла. Как мы видим, пшеничка просит 160 килограмм на гектар азота. Килограммы на гектар это да? Илистой глине. Если мы переходим на другое место азота, оно здесь тоже как будто идеально все. В общем-то, обычными жидкими удобрениями это все дело легко правится. Проезжаем чуть-чуть дальше и оно тоже все это дело подгоняет просто под нужный нам уровень. Ну охренительно же да? Где-то хорошо, где-то плохо, где-то идеально. Везде по-разному. Да, надо будет с этим морочиться. Ну и это еще не все. Предположим, друзья, что наша пшеничка уже выросла и мы начинаем ее собирать. Опять-таки, открываем справку и сейчас здесь что-нибудь поменяется. На карте начинает рисоваться урожайность. Сейчас мы уберем поле и посмотрим это более внимательно. внимательно. Во, народ! Вот так вот по-быстрому мы это все дело убрали. Я думаю, что вы не особо сильно заморачивались тем, как быстро наполняется бункер в зависимости от поля. Но вот я обратил на это внимание и там, где мы убирали и становилось после этого зеленым, действительно, вот невооруженным взглядом это было видно, наполнение шло немножко быстрее. Соответственно, открыв карту сейчас, мы здесь можем наблюдать, с какой части поля у нас собиралось 100% урожая, а с какой части поля у нас собиралось там условно 60% урожая. Если мы кликнем на этот участок, то здесь появляется такая точная статистика экономического анализа. Здесь также можно будет посчитать, стоит ли игра свеч. Потому что здесь появляется вся статистика, то есть начиная от того, что вы берете образцы почвы, раскиданная известь, сколько она стоила, удобрение, которое вы вносили, навоз, все, что вы вносили в общем-то, семена, топливо потраченное на все это дело, даже обслуживание машин откуда-то берется. Если у вас намет работает, то и здесь и он показывается. И в итоге, сколько стоит весь этот урожай, и в итоге вы видите прибыль. Соответственно, это все дело можно будет сбрасывать и смотреть новую статистику после там следующего посева, уборки. Ну а по кнопочке показать значение итоговое и со сброса вы переключаетесь и смотрите полную статистику этого поля за все время, которое вы играли. Ну и еще можно очистить карту урожая и, соответственно, заниматься всем по-новым. Плюс, когда мы собрали урожай, мы видим, что уровень азота опять упал. Соответственно, нужно будет его поднимать, внося туда удобрения. Как ни странно. Один-два раза в зависимости от того, что куда сколько надо повышать. Уровень PH, соответственно, не так быстро понижается. То есть, мы раньше разбрасывали известь раз в три посева. Сейчас ничего не изменилось. Примерно раз в три посева и стоит этим заниматься. Опять-таки, если вы нанимаете туда наймета, то он будет автоматически это все дело контролировать и разбрасывать туда нужную дозу. Также, друзья, в этом дополнении появилось два статичных объекта. Здание с базовой станции РТК и сарай с базовой станции РТК. Там, по сути дела, стоит GPS-приемник. Данная станция улучшает GPS-сигнал на технике. Это позволяет и помощникам лучше водить и быстрее работать. Соответственно, ставите ее в районе вашего поля где-нибудь и когда вы нанимаете наймета, он будет быстрее как-то понимать, что нужно делать, какие дозировки и все остальное. Ну, в общем-то, да. Новенькая вот такая вот заморочка появилась. Вполне себе интересно и имеет право на существование. Ждем единственное, пока все карты под это все дело адаптируют и я думаю, что будет весело. Понятно, что вот на таком одном маленьком поле все это дело прочувствовать, наверное, будет невозможно. С одного поля заморочек здесь немного, но поверьте, когда у вас дохренища полей, это будет весело. А если вы еще вручную будете этим упарываться, в общем-то, может быть интересно. На этом, друзья, у меня все. Если кому-то помогла эта информация, то не забудьте поставить лайкусик, а кто любит прохождение по нашей любимой ферме, то подписывайтесь на канал, потому что у нас много всего интересненького, золотой колос и еще куча всякой фигни. Также пишите ваши комментарии по поводу того, что конкретно вы думаете по поводу всего этого дела. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы и всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok